Уважаемые коллеги, мне поступил вопрос, касающийся правил формулирования диагноза. Вопрос был сформулирован врачом из Вологды, который спрашивает о том, какие источники, регламентирующие документы, используют для правильного оформления диагноза. Потому что имеется разночтение в данном вопросе. Но основополагающим документом является международная классификация болезни 10-го пересмотра. И хотя она была создана более чем давно, и она уже будет обновляться, но опять-таки это процесс длительный. Переход на новый МКБ 11-го пересмотра рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. С 1 января будущего года Россия перейдет на новую классификацию лишь к 2025 году. Поэтому мы все равно вынуждены пользоваться пока классификацией МКБ 10-го пересмотра. К ней имеется целый ряд дополнений, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует. И здесь вот перечислены добавленные коды, которых раньше не было. Вот тут в частности коды, касающиеся ковид, инфекции. И если говорить о документе нормативном, который бы я рекомендовал вам для ориентировки формулирования диагноза при новообразованиях, то, на мой взгляд, наиболее подходящим является изданный Департаментом здравоохранения Москвы методические рекомендации. Она так формулируется, правила формулировки патологоанатомического диагноза при новообразованиях. Эти методические рекомендации являются результатом консенсуса между представителями трёх специальностей – патологоанатомов, клиницистов и медицинских статистиков. К сожалению, между этими тремя специалистами не было всегда единодушия в отношении формулировки диагноза. И то, что достигнут консенсус и создан такой взвешенный документ – это очень важно. Цель этих рекомендаций – внедрить в практику унифицированные правила, то есть правила, подходящие для всех, формулировки диагноза, выбора и кодирования причин смерти в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, требованиями МКБ-10, а также в соответствии с установками Российского общества патологоанатомов. Эти методические рекомендации, которые я вам представил, их можно скачать с сайта Российского общества патологоанатомов. Вот здесь сверху слева показан адрес сайта в интернете. На главной странице сайта выберите раздел «Меню методические рекомендации». Когда вы откроете этот раздел, то перед вами откроется целый ряд рекомендаций. Среди них методические рекомендации Департамента здравоохранения Москвы. И там, применительно к теме нашего сегодняшнего разговора, вы, так сказать, выбираете класс второй опухоли. Это многостраничный документ, около полуста страниц. И я при всём желании не смогу в коротком вступлении коснуться всего, что там есть. Вы сами можете с этим ознакомиться. Я скажу лишь несколько наиболее общих положений, на которые хотел бы обратить внимание. Ну, во-первых, совсем недавно, в конце мая, был издан приказ Министерства здравоохранения, который утверждает учётные формы медицинской документации, удостоверяющие случаи смерти, и порядок выдачи этих документов. И вот там есть такое нововведение, то, что патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты будут теперь выдавать медицинские свидетельства о смерти только в случае произведённого вскрытия. А если вскрытия не было, то, за редкими исключениями, медицинское свидетельство о смерти будет оформлять лечащий врач, который лечил больного. Имейте это в виду, коллеги, потому что это, опять-таки, налагает новые требования, касающиеся правил оформления диагноза и причин смерти умершего. Ну, первое, на что я хотел бы обратить внимание, это общее положение, касающееся не только онкологических заболеваний, а всех классов заболеваний, то, что диагноз должен быть структурирован. В нём, помимо известных вам рубрик основного заболевания, осложнения и сопутствующих заболеваний, фигурирует рубрика коморбидных заболеваний. Это заболевания конкурирующих, сочетанных, эллипфоновых, которые могут присутствовать. А они довольно часто присутствуют, потому что мы нередко имеем дело с людьми преклонного возраста, умершие от болезни. Кроме того, в диагноз вносятся хирургические операции, если они имели место, и указываются они именно в тех разделах и в тех рубриках, где указываются патологические состояния, по поводу которых производились эти операции. Ну и, кроме того, в структуре диагноза должны фигурировать, если они имели место, реанимационные мероприятия и интенсивные терапии. Их помещают после рубрики «Осложнение» перед рубрикой сопутствующих заболеваний. Онкологические заболевания не имеют искусственного приоритета при формулировке диагноза. То есть мнение о том, что онкологическое заболевание злокачественное имеется в виду, всегда должно быть на первом месте, всегда должно быть основным. Оно ошибочное, это заблуждение. Эти заболевания могут быть основным, если они связаны с причиной смерти, но они могут быть сопутствующими заболеваниями, если они не играли роли в танотогенезе. Или же они могут фигурировать в рубрике «Коморбидных заболеваний». Это имейте в виду, коллеги. В классификации МКБ-10 выделены рубрики «Новообразование ин-ситу». Это состояние, переходное от доброкачественных к злокачественным опухолям. Сюда входят и интраэпитериальные раки, хорошо вам известно, и так далее. Кроме того, выделены рубрики D37-D48, касающиеся новообразования неопределённого или неизвестного характера. Это тоже имеет место. Например, хориоаденома, которая непонятна, то ли это доброкачественная, то ли злокачественная. Спорят на некоторые другие состояния. В диагнозе обязательно требуется и в патологоантомическом, и в судебно-медицинском, и в клиническом диагнозе посмертном. Обязательно надо указывать стадию злокачественного образования по требованиям международной системы ТНМ. Отдельно есть особенности, касающиеся ТНМ для патологоанатомов. Они обозначаются ещё буквой П, ТНМ, Pathology, для патологов. Есть рубрика С80-С89, касающаяся заболеваний злокачественных, когда первичная локализация неизвестна или не уточнена. Такие состояния бывают даже после вскрытия. Иногда, слава богу, нечасто, но иногда бывает, когда всё усеяно метастазами, и первичную опухоль не удаётся идентифицировать. Такие вещи бывают, иногда даже мистология не помогает. Так что эти рубрики справедливы. В диагнозе, касающейся злокачественного образования, в рубрике «Осложнений» могут фигурировать так называемые паранеопластические синдромы. Это осложнения, состояния патологические, которые сопровождают злокачественный рост. Сюда входит, например, гиперкальцемия, связанная с стеолизом, вызвана метастатическим поражением костей и другими эндокринными сдвигами. Сюда входят различные эндокринопатии, иммунопатологические процессы, связанные с инунокомплексными состояниями, с цитотоксическими повреждениями органов, в первую очередь сосудов. Это воскулиты, нейропатии, миопатии, дерматопатии. Сюда же относят и анемию, гиперкалюционный синдром и костейксию раковую. Так что это тоже состояние, которое фигурирует в диагнозе. Осложнения разных методов лечения новообразований могут быть, как вы знаете, к сожалению, смертельными и даже послужить непосредственными причинами смерти. И так же, как и при других хитрогенных осложнениях, они указываются в рубрике «Осложнение основного заболевания». Примеры, наверное, вы сами знаете хорошо. Например, гемоторокс после пункции, которая бывает, ну и другие состояния. Надо иметь в виду, что диагноз при онкологических заболеваниях всегда приурочен к органу и к определённой локализации. И не допускается смешивать органную локализацию или же состояние опухоли с предшествующими заболеваниями. И поэтому недопустимо такие формулировки, как «росрак» в печени, например. К сожалению, такое бывает. В одной формулировке это неприемлемо. Или «рак гепатодуаденальной зоны» — это тоже недопустимо. Ну, уже можно, так сказать, конкретизировать это. Также состояние «рак крови» и так далее. Не допускаются диагнозы органов без уточнения их точной локализации. Ну, например, «рак лёгкого», «рак желудка» без уточнений, в каком месте данного органа он локализован. Для патологоанатомов есть отдельный небольшой том МКБ-10, касающийся гистологической верификации опухоли. И там имеются коды, которые характеризуют и гистологический тип опухоли, первые четыре знака. И дополнительно есть пятый знак, который характеризует состояние опухоли. Её характер либо это доброкачественное новообразование, либо это неясное, либо это придраковое состояние, либо первичное опухоли, либо метастатическое опухоли. Это для патологоанатомов. Коллеги, я обратил внимание на некоторые моменты, которые есть в данных рекомендациях. Они достаточно конкретные, и я думаю, они послужат вам и будут полезными при формулировании диагноза. Спасибо большое за внимание, коллеги. Продолжение следует...